Всех приветствую! Сегодня опять популярная тема ремонт электроники. И наш сегодняшний гвоздь программы это опять электролитический конденсатор. У меня вот здесь большой конденсатор, хотя он может быть и маленького размера, любого. Я думаю большинство, кто занимается электроникой, не будет отрицать, что большая часть деталей, которые приходится выпаять и заменить на новые, это и являются электролиты. Не знаю как у кого, а у меня примерно на сотню выпаянных замененных деталей где-то 80-70 будут электролиты, а остальные это разные транзисторы, микросхемы и так далее. И вот сегодня мы опять поговорим про ту же самую тему, которую я уже затрагивал в предыдущих видео. Как найти вышедший из строя электролит, если его не выпаивать и даже не откручивать плату от шасси. Да даже можно сказать, практически не используя никакие приборы. Конечно в конце уже потом стоит электролит перепроверить, стоит его менять или нет. Сегодня практики практически не будет, потому что я ее делал в предыдущих двух видео. Если кому интересно будет, ссылки будут ниже. Это как раз практические видео, где я показываю, как я прогреваю электролиты, как их нахожу. В сегодняшнем видео я просто расскажу алгоритм, с чего нужно начать, какие нужно провести действия и как быстро определить, что у нас на плате вышло, как найти неисправные электролиты, если они на внешний вид не подают никаких признаков того, что они неисправны. При осмотре конденсаторы не раздуты, нет подтекания электролита, все как бы нормально. И вот как определить, что это конденсатор и какой именно из них. И вот чтобы это сделать быстро, нам для этих целей понадобится любой фен. Не обязательно именно паяльный фен. Можно использовать и фен, который для сушки волос. Я для примера вот показываю фен, которым иногда пользуюсь я, когда нет под рукой паяльной станции с феном. Даже если у вас есть паяльная станция, то не выставляйте там высокую температуру. Примерно такую, как нужна для сушки волос. И вот с чего мы начинаем. Хорошо, когда наше изделие подключено к какому-то источнику изображения или вообще к каким-то индикаторам, по которым можно судить, что оно работает или нет. Допустим, подключен телевизор, монитор или какой-то дисплей индикационный. Ну что-то такое есть, что может показать, заработало устройство или нет. И вот устройство не работает, нет никаких признаков жизни. И мы начинаем, открываем изделие. Мы не откручиваем ни плату, ничего. И просто начинаем его прогревать. Прогреваем до температуры, не превышающей 100 градусов. Даже желательно не более 80 градусов. Прогреваем феном полностью всю плату. Все детали вместе взяты. И наблюдаем за результатами изменений. Если это был экран телевизора или монитор компьютера, или какие-то просто индикационные светодиоды. Если он начал оживать, смотрим результат. Появилось изображение или начали перемигиваться светодиоды. Это говорит о том, что при прогреве изделие останавливается. Чаще всего, что на прогрев реагируют именно вышедшие из строя электролитические конденсаторы. Электроулит у них подсыхает. Они уже не выполняют свою функцию. Но когда мы начинаем его прогревать, то остатки электролита активируются. И изделие приходит на какое-то время в нормальное состояние. Что мы можем увидеть по реакции на прогрев. Сразу скажу, что если вы 5 минут прогревали и у вас нет никакого результата. То, скорее всего, дефект у вас не связан именно с этими конденсаторами, которые высохли. И нужно искать его другими методами и по-другому. Но если изделие реагирует на прогрев, наши действия следующие такие. Теперь мы оставляем его на некоторое время, чтобы остыло и опять пришло в состояние, когда не работает. Опять включаем это изделие в сеть или подключаем блок питания, смотря какое там питание. Берем обыкновенный паяльник. Перед этим нужно жало будет почистить, чтобы не было здесь никаких окалин, не было остатков флюса, канифоли. Или припоя. И мы берем кончиком паяльника. Начинаем по очереди, как я в предыдущих видео говорил, дотрагиваться до конденсатора. Всего лишь на несколько секунд. До стаканчика конденсатора. До того места, где нет пленки. Мне начинают сыпать там разные упреки в том, что конденсатор после этого выйдет из строя. То, что таким мастерам не стоит доверять в ремонт своей изделия. Я понимаю, что все мы себя считаем гуру. Но чтобы что-то отрицать, нужно попробовать. Поэтому, когда вы попробуете, и тогда уже можете писать результаты. Я рассказываю это не для того, чтобы кого-то ввести в заблуждение. А наоборот, чтобы вы воспользовались этим методом и делали эту же самую работу, но намного быстрее. А насчет того, есть ли у меня опыт или нет. Я за 2-3 месяца накапливаю коробку выпаянных негодных деталей. Столько, что может у некоторых не набирается столько и за несколько лет. И, как я уже говорил, что большая часть из этих деталей это электролиты. Но это было маленькое отступление. А мы дальше давайте продолжим. И вот вы берете паяльником, прогреваете 2-3 секунды. Но это легко определить до какой температуры. Сначала вы должны попробовать пару раз поэкспериментировать. Дотрагивайтесь паяльником до корпуса конденсатора. И потом сразу же пробуете пальцем. Если вы спокойно можете палец держать, но это температура 70-80 градусов. Достаточно прогревать и наблюдайте за изображением. Или за какими-то другими показателями. Можно даже использовать осциллограф. Я уже об этом тоже рассказывал. Тут главное не нужно большой спешки. Потому что, как вы понимаете, если вы подержали 2-3 секунды конденсатор, пока он прогрелся сам стакан его. Потом разогрелся электролит. Это еще уйдет в секунду 5-6-7, а то может и 10. И только после этого вы увидите какой-то результат. Если вы начнете очень быстро тыкать и прогревать конденсаторы, то вы увидите, скорее всего, результат опять же. Но не будете знать, какой конденсатор конкретно дал этот результат. Потому что они прогреты за это время все. И поэтому надо давать успевать остывать. Это хотя бы около минуты предыдущему конденсатору. И переходить на следующий. И так вы быстро найдете нерабочий конденсатор. Потом, если это все-таки дело в конденсаторе, откручиваете плату, выпаиваете конденсатор. Проверяете его уже каким-то прибором, который проверяет конденсатор. И можно использовать китайские тестеры. Но обязательно, как я уже сказал, нужно начать с общего прогрева феном. Чтобы понять, если у нас там вообще на плате детали, которые реагируют на прогрев. Нормальные рабочие детали на прогрев реагировать не должны. Но до той температуры, про которую я говорил. Почему эта температура не опасна, как многих она пугает. Потому что, когда конденсатор запаивает, особенно это на конвейере запаивает платы, их прогревают до температуры намного выше 100 градусов. Потому что температура должна быть такой, чтобы расплавился припой. И поэтому прогрева в этих бояться не стоит. Надеюсь, что кто-то этим методом, да и воспользуется. Заставлять-то я никого не заставляю. А если вам метод понравится, я думаю, что вы будете это все использовать. И судя по предыдущим видео и по положительным отзывам, когда они 90-95%, что видео людям полезно. И они благодарны за это. А если вы еще не подписаны на канал, подпишитесь. А на этом всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok